Включил. Вопрос, который хотел бы еще один сказать, и он называется «Установка перил. Ограды на крыше нового дома». Мы вчера уже посмотрели, что на самом деле, вот в недельном разделе, который мы рассматривали, и сейчас продолжаем, КИТЭЦ, да, там даже как бы при простом прочтении видно, что есть очень большая подборка, Дима говорил, какое количество, не помню число, очень большая подборка, вообще говоря, заповедей. Мы обсуждали пленение красивой женщины, включая, не знаю, вовремя заплатить наемному рабочему, ДИК, да, всякие отношения с женщинами запутанные, в смысле их как бы разблюдовка, сначала надо жениться, потом надо ГЕТ дать и так дальше. Короче говоря, очень большое наслоение, просто огромное наслоение записи, поэтому, наверное... Там даже для Бнойнох 16 законов, вот то, на что ссылаются Рафшерки на эту главу, 16 законов. Ну да, огромное количество, поэтому, ну как бы понятно, что мы все не можем, и я просто хочу объяснить, как бы моя идея была это взять, ну как бы, если можно сказать, пинцетом, некоторые отдельные вещи, которые, на мой взгляд, они достаточно сильно отличаются по подходу, как их можно толковать и понимать. И тогда, как бы, как через каплю воды посмотреть, что мы можем выучить. И дальше, то, что у нас было вот до этого, там были как бы объяснения, которые... Ну, в общем, мы их привязывали, я их привязывал, связанные с каким-то более-менее простым смыслом, да, с какими-то выводами для нашей реальной жизни. А вот этот пример как раз, он пример, на мой взгляд, он другой. Да, значит, мы говорим про установку перила ограды на крыше нового дома. Значит, сказано в главе 22, посуд 8, перевод на русский язык, он такой. Когда будешь строить новый дом, то сделай ограду для крыши твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой. Если упадет, кому упасть с него? Как-то кривовато переведено, кому упасть с него, ну, неважно. В общем, идея, как бы, она очень простая. Я от себя добавляю, наверное, как бы, пшат или простой смысл, он очень простой. На Ближнем Востоке очень приняты плоские крыши, правильно, на которых люди проводят часть своей, как бы, деятельности. Не знаю, не только, предположим, сушат белье, но и что-то другое там делают. Вот, она плоская. Поэтому, по-видимому, в отличие от крыш, к которым привыкли люди, живущие не на Ближнем Востоке, не знаю, не в Израиле, вот, когда крыши, они такие, то там особенно, как бы, понятно, что никто залезать не будет. А на крышах люди здесь проводят, как бы, много времени. Поэтому очень важно построить, как бы, ограду для того, чтобы ее не падали. По простому смыслу все очевидно, понятно, никаких не надо, как бы, объяснений и комментариев. Совершенно тривиальная вещь, да? А теперь посмотрим, как из этой тривиальной вещи вывошли на нетривиальные вещи. Я тут немножко буду на иврите, для того, чтобы те, кто, как бы, понимает иврит, следили за мной и, как бы, понимали, отслеживали, правильно ли я понял, да? И понимали, как бы, как это написано в оригинале. Окей? Идея какая? Идея вот какая. Мудрецы усмотрели в намеке на ограду, да? А ограда здесь слово мааке. Я тоже скажу от себя, а те, кто присутствует здесь, они могут меня поправить или дополнить. На самом деле, вот эта вот ограда мааке, на мой взгляд и слух, это слово, которое не очень ассоциируется с оградой аллегорической. Например, когда говорят про делание дополнительной ограды вокруг заповеди Торы, да? Например, есть заповедь История Медорайт, а мудрецы дополняют дополнительные вещи, Медорабанан, для того, чтобы сделать эту ограду. Эта ограда называется сиян. Вот мааке, на мой взгляд, это действительно либо перила, то, что в современном языке, либо действительно ограда. Но, тем не менее, тем не менее, по-видимому, я не все понимаю. Почему? Потому что было все-таки все дальнейшее объяснение построено именно на слове мааке, да? Итак, мудрецы усмотрели здесь намек в ограде. Слове мааке по отношению к любой вещи, несущей потенциал причинения ущерба. Вот это уже интересная вещь, да? То есть, даже вы сейчас увидите, что речь идет не о физическом ущербе, а о вещи гораздо большей. Вот теперь, как бы, мы переходим непосредственно к тому, где начинается вся изюминка. На иврите, значит, идет так. Рабейну Бахья, он предлагает свое объяснение Паршанут, и написано так Альдерах Сот. Не вдавая сейчас подробности, да, хотя, опять же, можно это обсудить. Дима может рассказать, Нехама может рассказать, Андрей может рассказать, да? В двух словах отличиями, что такое Пшат, что такое Сот. Совсем по простому смыслу Пшат – это понятное по прямому прочтению текста. Сот-Сот – это нечто, грубо говоря, совсем грубо говоря, это нечто аллегорическое, символическое, то, что не видно простым взглядом. То, к чему человек доходит, исходя из каких-то совершенно внутренних побуждений, настроений, мыслей, из предыдущих знаний. И он использует, как бы, это для оболочку, для того, чтобы туда, как бы, выплывить, выплывить некоторую идею район, который у него был. Какая идея район? Он пишет, а макэ у давара сувэф у мэкиф. Писняет, это понятно. Перила ограда – это, как бы, вещь, которая окружает, да, или заключает в себе. А что она окружает? Он говорит, макор-эль-йон. Что такое макор-эль-йон? Макор-эль-йон – это внешний, самый верхний источник. И, наверное, скажем так, ну, я предполагаю, можете меня поправить, можете, как бы, вместе со мной сказать. Мне кажется, что именно здесь макэ, которое не макэ, как мы часто, я бы считал, что макэ – это вообще, как обычно, вот ты спускаешься в подъезде, должно быть макэ, чтобы люди не падали. По прямому смыслу. Но здесь-то говорится про крышу, а крыша, она наверху. И, наверное, тогда приходит в голову идея о том, что вот эта вот ограда на крыше, поскольку крыша – это самая верхняя, а под ней стоит дом, то вот тут уже начинается некоторая игра. А в чем эта игра? Игра заключается в том, что у нас есть три, как бы, три слоя есть, так можно сказать, три уровня. Один уровень – это вот макор-эль-йон, да? И мы поймем, конечно, речь идет о Всевышнем или о божественной мудрости. Речь идет о крыше. И вот это вот, о крыше, да, которая находится на доме. А дом – это некоторое соединение всяких стройматериалов, да, там, не знаю, стены, балок, кирпичей, досок и так дальше. И все это сверху лежит крыша, а на крыше находится ограда, а сверху ограда находится Всевышний. Ну, вот, как бы, такая графическая, графическая, как бы, ну, не графическая, а такая иллюстрация, да? Вот Рабейн Бахе говорит, что маке, маке, его предназначение – это окружать или, как бы, заключать в себя, делать предупреждение для того, чтобы люди не упали и не нарвались. Что было какое-то отделение от макоры и льон, а именно от божественной мудрости, от Всевышнего, который наверху, да? А дальше он говорит, и должен быть гак, должна быть крыша, царик гаке в маке, должна быть крыша и должна быть ограда для того, чтобы не было прорыва. Окей? Вот такое интересное объяснение. Я на секунду останавливаюсь, да? Поскольку у нас идея была, то должен быть диалог. Пожалуйста, все, кто хочет что-то сказать, пожалуйста, с удовольствием выслушаем и продолжим несколько дальше, потому что несколько дальше уже будет развитие идеи, как бы, Рабейну Бахе, но не прямо по его словам. Окей? Кто-то что-то хочет сказать? Ну, хорошо. Тишина в зале. Я продолжаю. Продолжаю. Дополнительно, дополнительно надо сказать. Вот сейчас мы переходим к дополнительной вещи. А можно вопрос? Какой посук Рабейну Бахе? Потому что этот посук про маке, у Рабейну Бахе нет того, чего ты говоришь. Здесь вот я нашел. 22.8, 22.8. Ну и что? Рабейну Бахе вот я нашел. Там очень круто все. У него Пшат, Медраж и Сот. И я Макора не найду. Макор Ильон. Ну вот, я не знаю, могу тебе сказать, какой абзац. Дим, секунду. Я тебе могу. Давай сделаем так. Секунду. Смотри. Поскольку не я это придумал. Там не было Макора. Я сейчас сделаю шиту в массах, ты увидишь. Давай сейчас сделаем так. Не лови меня-того, кто это придумал, на техническом. Я думаю, что он не сам это придумал. Хорошо? Давай, если можно, если можно. Я сейчас сделаю шиту. Пожалуйста, посмотри, как это на иврите. И, ну, как бы, постараемся не технически, а понять... Супер. Спасибо. Да-да-да-да-да. Сейчас слегка, 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 слегка. Я сам не сделал, как обычно люди ошибаются. Я тоже ошибся. Да-ка. Да, видишь, правильно? Нет? Да, вот сейчас видишь. Вот. Рабейну Бахе Мацы. Сделать больше? Все, отлично. Да, ты видишь. Рабейну Бахе Мацы Паршанут Аль Дерах Сот. Окей? Это не слова Рабейну Бахе. Это говорит, как бы, человек, ну, коммендатор, если скажем так, да? А вот дальше это Рабейну Бахе, это то, что в кавычках. Амааке Удавара Сувэф Умыкиф Виу Макор Ильон. Виу Макор Ильон, запятая, Кадож Убэ Хахбэ Хухма Убэ Твуна Убэ Дат. Да? Ну, тут тоже интересно, как бы, сказать, как вы предлагаете перевести на русский язык, да? Это все обозначение интеллектуального... Мне кажется, по смыслу это ты неправильно перевел. У Макор Ильон написано. Он. То есть это Маке. Мэкиф. Поскольку он пользуется баллистической терминологией, Мэкиф, скорее всего, он соотносится с Урмэкиф. Урмэкиф – это не высший. Урмэкиф – это определенная структура высших миров, которая не относится к нашему миру. Нет, Макор Ильон к чему относится? Это Макор Ильон. Это не Всевышний. Это Ормэкиф. То есть сами перилы и есть Макор Ильон, да? Да-да-да. Это просто по грамматике так видно. А кто ж Кадож Убэ? Это святая святая. Это вещь, не относящаяся к нашему миру. Это на некотором более высоком уровне. Ормэкиф. Ешь Ормэкиф. Ормэкиф – есть Ормэкиф. Есть внутренний свет нашего мира, есть свет, который вне его. Но между ними есть некоторая напряженность. Например, про свет ничего не говорит. Он же это говорит СОД. Макир – это, как тебе сказать, есть ключевые слова, по которым ты понимаешь, если ты немножко знаешь СОД, о чем у Детри. Не стал бы просто он бросать слово Макир, если бы он не так кажется. Я не знаю, уже сто процентов невозможно сказать, что Робейден Бах я подразумевала. Но довольно… Мне кажется, это понятие Ормэкифа довольно… Окей, окей. Может быть, скорее всего, что-то так. Ну, хорошо. Тогда продолжим дальше. Его функция, в общем, как ты рассказываешь, он окружает наш мир и как-то его подпитывает. Вот это, смотри, это написано в продолжении, да? Вэагак, да? Теперь про… С перилами разобрались, да? По тому, как ты сказал, и, наверное, это правильно, да? Что Макир, да, вот этот Маке, который окружает Макир, да? Это Мако… Он сам является Макор Ильон? Нет, я выключил микрофон. Да, да. То есть он так и пишет. Агак – это хохма. То есть крыша – это хохма, а перила – это Макор Ильон. Как все это сказать, я не знаю. Давай посмотрим дальше. Мехам, к сожалению, пропала. Окей, ну, а я надеюсь, что она как бы проявится снова. Не слышно? Ну, сейчас слышно. Это непросто, да, потому что это разные, как бы, картинки, да? Система Сферот, как она совмещается с Орканемиоромякиф, это у разных эквалистов по-разному. Поэтому, мне кажется, мы залезли в какую-то очень… Ну, хорошо, да-да-да-да, я не против, не будем. Мы будем в первую, и посмотрим, что он хочет. Да-да-да, посмотрим дальше. Во всяком случае, мне даже кажется, что вот для дальнейшего обсуждения важно, на самом деле, окончание этой фразы. Почему? Я скажу, почему. Потому что вот здесь уже у нее начинается не градация, а разделение. Бэ-хохма, бэ-твуна, убэ-да. Вот видно, что, как бы, рассудочность, я не знаю, как это сказать, способность человека осознавать происходящее, да, она может быть через кухма, через луна, убэ-да. И сейчас это будет связано с различными физическими вещами, а именно дом, крыша и макет. Вот так я это понял, и так мы посмотрим это дальше. Но вот сейчас я бы хотел, мне кажется, это интересно для нашего, как бы, рассуждения, как правильно на русский перевести, да, вот эти три вещи, потому что они нам сейчас потребуются. Хохма, твуна и дат. Ну, хохма, это классические, как бы, это самое. Хохма, это переводится мудрость, правильно? Ари-сан-пин, да. Ну, верхний, верхний... Не знаю, я бы не так перевел. Я бы перевел хохма, это, наверное, понимание, твуна, разумение, а дат, мудрость. Окей. Как не переводить, все равно у них есть. Сейчас, нет, мы сейчас увидим, мы сейчас увидим дальше, вот, то, что описывает Мадбин, он как раз, как бы, мы увидим, там есть объяснение, какая разница между твуна и между хохма, что из них гаг, а что из них бай. Окей? И дальше вот это, по-моему, это слово... Мадбин, я просто скобку хочу заметить. Да. Он действительно во многих местах очень стремится показать различие в семантике, значение близких по, как бы, синониму, как бы синониму, на самом деле это не синонимы, он пытается разобрать по многих местах. Он кто? Робейну Бахья? Ло-ло, Мадбин, Мадбин. А, Мадбин, ну, мы не дошли. Окей, сейчас дойдем. Ты сейчас говоришь про Мадбину, что он нам расскажет за разницу. Я просто вскобку. Да-да-да, Беседра Гаммур. Для общего образования. Окей. Ну, хорошо, конец, конец, он тоже более-менее понятен, хотя чисто, чисто, как бы, грамматически, в конце я не очень понял. Вот это вот, по-моему, слово написано по-русу. То есть, это не по-русу. Вегак по-русу-ля-байт, а крыша, она, как бы, ну, расстелена, если так можно сказать, сверху дома, да, и она является хохма. Вот она является мудростью. И поэтому царих гак вемаке, и поэтому нужна крыша, и нужна ограждение, а вот дальше, как-то, я не очень... По идее, должно быть наоборот, что он да-я-фрит, во-сам-чай-ко-цет. Но поскольку он говорит о кабале, действительно, я же сразу сказала, это тормок киф, у него такая двойная функция. С одной стороны, он питает, с другой стороны, ограждает между бесконечностью и нашим миром. Там сложные структуры, я не хочу... Окей, окей, ну, хорошо, перейдем туда дальше. Поэтому здесь это понятно, чтобы не разделить окончательно мир, скажем, от другого. А с другой стороны, да, он должен, как бы, тем не менее, создавать некоторые... Отделения. Отделения, да. Окей, ну, хорошо, идем дальше. Теперь дальше. Больше по простому смыслу, подсказка нам, это подсказка из Мишлей, да. Мишлей по-русски переводится как «Притча Соломоновых», правильно? Так это называется? По-моему, так. Окей. В «Притче Соломоновых» из Мишлей написано «Ихунен, ихунену бы твуно байт, ибане бе хохма. Мудростью построить дом и разумно обустроить его». Видите, здесь тоже есть. Здесь есть хохма и есть твуна. Значит, вот здесь по-русски перевели так. Твуна перевели как «мудрость», а хохма перевели как «разумно». А вот сейчас мы посмотрим у Мальбина, мне кажется, что он переводит по-другому. Давайте посмотрим, что пишет Мальбин. Вот дальше, значит, цитирую. Мазбир Мальбин объясняет Мальбин. Как я понимаю, мудрость является сборным сосудом. Это то, что человек собирает из законов, законов понимания вокруг него. И вот этот сбор этих законов называется мудростью. И дальше. Умекабе сэль-либо. И это он как бы принимает, как некоторое собрание, как некоторое, не знаю, подборку вот этой мудрости. Лэ-либо клали в качестве некоторого общего понимания. И учит их в лимудее хад и хад. Разбирая их каждому. А в целом, значит, для нас здесь важно, потому что это будет важно как бы с образом иллюстративным, который сейчас будет, да? И он собирает их всех вместе. И дальше пишет. Веу немшальны миши усепа и цим ва ваним висит вукольмены хумарим ацрахим лэбиня на бай. И это похоже на того, кто собирает. Дальше стройматериалы перечисляются. И цим, понятно. Балки, а ваним это камни, сит это как бы штукатурка, бетон, да? И прочие стройматериалы для того, чтобы построить дом. И дальше, как он его строит? Он кладет камень на камни. Вана эвен-алевен. А дальше? И да, и строит простым, и как бы строит нормально один на другим. И так он понимает, что объясняет нам, что такое хохма. Дальше, объясняет. Улам, однако, твуна, у, имеется в смысле и, так надо понимать. Но твуна, твуна, это другое. Это мы вин давар, метов давар. Что это означает? О, это наоборот. Я немножко подзабыл из этой математики. Там было, как там было дифференциальное и как там интегральное. Правильно? Вот до этого у нас было интегральное, а сейчас дифференциальное. Интегральное – это сбор. И так он объясняет, это хохма. А сейчас дифференциальное. Понимать что-то из чего-то, выводить что-то из чего-то – это называется твуна. Я могу как бы добавить, что в современном эврите, когда, например, говорят, что он что-то сделал, твуна, означает, что он поступил разумно. У человека было несколько опций, как делать, пойти вправо, пойти влево. И это неоднозначно. Но он каким-то образом выбрал вот какой-то правильный пункт, соединил в ТОСС и сделал твуна. Например, сейчас сложный период коронавируса, все метаются, никто не знает, как делать. Есть очень много параметров, никто не знает. Но если человек что-то такое сделал разумно, хотя это непростой выбор. Говорят, он это сделал бы твуна. Но вот здесь, может быть, она объясняет, что твуна – это вывод одного из другого. Дальше. Эхад шекибель бекибец хукей хукма в асапу там бэ эмуна. Ну вот как один, который собрал различные законы. Там не эхад. Эхад помахер. А, может быть, да. На эхэр шекибель бекибец хукей хукма. В эмуна, думаю, да. Ну, не знаю, ахэр имеется в виду… Ахар, просто ахар. После того, как он понял это… Да, правильно. Ахар, наверное. Не ахэр, а ахар. Да, в точном смысле не отрицание. А другое делает по-другому. А вот после того, как он получил и собрал вот эти законы, и собрал их в эту хукма, и он их всех собрал, да. А это похоже на строительского дома. Как? Мы сказали. Гуду мэ лэ мэхонэ набай. И так, после того, кто строит дом. Дальше. А над ним находятся небеса. А над ним… А небеса… Не, не, небеса – это самим Аллах Агад. Да-да-да-да, правильный самим, конечно, самим, самим, конечно. Он построил дом, а дальше, как продолжает строить, он кладет на него крышу и все это закрывает перилами. Правильно? О, и дальше говорит. Подожди, какими перилами? Кладешь на него крышу и потолок. Агад-вэ-атикра. Агад-вэ-атикра, правильно, крышу и потолок. правильно, крышу и потолок. И дальше говорит, абайт невне альбасис шне и судот. А вот теперь вывод. Дом построен на основе двух фундаментов начал. Центральных. Какая? Хохма и твуна. А хохма и маша адам лумет. И говорит дальше, вот хохма, как мы сказали, предположим, мудрость, это то, что человек учит. Либо, да, то, что человек собирает. В одно, как бы, общее большое понимание. А твуна и аисун шеля хохма. А вот твуна, он говорит, твуна, да, то есть разумное понимание является применением мудрости. Вот надо вам сказать, что, например, факультет прикладной математики, как он называется? Аплайтед и сумит. Что-то типа, или физика и сумит, математика и сумит. А, да, как называется аппликейшн на иврите? Как называется, как это по-русски аппликации? Я не знаю, по-русски есть специальное слово для аппликаций? Телеграм, не знаю, ватсап. Есть специальное слово? Не, не, не. Приложение. Приложение. Да, я тоже думал приложение. Правильно. А на иврите называется и сум. Ну, тоже похоже, приложение. Так вот, он здесь говорит, что твуна, 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 это является приложением мудрости. Теперь дальше. Понятно, что все, что мы здесь как бы попытались сказать, это вещи неочевидные. Но как бы моя задача была показать, насколько и сказалось бы, с такой простой, тривиальной вещи. Чувак, строишь дом на ограду, крышу простая, чтобы никто оттуда, вообще говоря, не упал. Иначе кровь того, кто упадет, будет на тебе, на твоем доме, на тебе, на твоей совести. Как из этого выводятся вещи, ну, как бы, совершенно не связанные по прямому смысле. Я считаю, что это вызов такой теперь связать все вместе. Где в этом самом заповеди построить ограду, мы видим вот связь с высшими мирами, допустим, с мудростью и разумностью, которые из этого следуют, как бы, или этому параллельно. Да. Я спрашиваю, интересно просто, ну, попробовать, это вызов такой. То, что ты сначала намекал на то, что поставьте ограду для Тары, там, действительно, там, это как бы понятно, что нужна человеку ограда, возможно, чтобы... В чем падение? В чем падение? Если не падение физическое, а мы говорим про другое. Нет, вообще говоря, то он говорит тут не про тебя. Не поставь себе ограду, чтобы ты не упал. Он говорит, чтобы не упал другой человек. Я, допустим, у тебя на крыше, я там слепую могу ходить в темноте. Я не упаду. А он говорит, чтобы на тебе не было крови. То есть ты, на самом деле, это очень само по себе непонятная вещь. Почему я должен быть ответственной? Моя крыша там, кто туда залезет, там, я не знаю, когда. И он, это его проблема, что он не должен оттуда связаться. Почему я должен за это отвечать? И почему на мне будет кровь, если он упал? Это даже не нечальное убийство. Понимаешь? Тут, на самом деле, очень далекая, как бы, связь. Но я понимаю, что нельзя копать яму там, на общественной территории, на дороге там. Вырвал яму, кто-то упал, ты виноват. Или другие какие-то вещи, которые могут причинить кому-то ущерб. В данном случае, это мой личный дом. Я могу туда никого не звать. Тем не менее, мне говорят, ну-ну-ну, построен я ему обязательно ограду. Почему он на меня так ответственный станет? Не только ответственность, это вина. Вина, да. В ответственность, ладно. Потому что, если ты учишь, например, человека Кабале, а у него крыша тронулась, вот крыша. О-о-о! Замечательно! Почему крыша поехала? Почему крыша поехала? Еще, еще смотрите, я в детстве, кстати, рано не знаю, кто был, пацаном тоже, там, бегал по крышам все время. Бегал по крышам, мы, ну, молодые, там, 12 лет, 13, залезаем на крыше, и тоже, тоже вот, если есть преграда, есть что-то, хорошая крыша, да, то там, можно бегать, да, а где, где уже там, это, дыра или что-то, там уже мы не бегали, мы уже опасно, да. Ну, вот очень хорошо, как раз нашу тему, но мне кажется, вот эта вот идея, чтобы не поехала крыша, по-русски, это вообще замечательный период, мне кажется. Мой карман рай. Не поехала крыша. Получается, что для самой мудрости нужна ограда, чтобы с ней что-то не случилось. Для мудрости, он говорит, для мудрости должна быть твуна, для мудрости должно быть приложение, ты должен прилагать мудрость, да, должен прилагать ее осмотрительно, чтобы крыша не поехала, тогда должна быть ограда. Знаете, кто самый яркий представитель мудрости без ограды? Это Вассерман. Человек... А, ну-ну-ну, да, это одна. У него никакого... В одном номере в гостинице Останкино. Человек-энциклопедия. У него все медицинская, большая советская. Вассерман? Это наш Вассерман? Человек Гуголь. Он просто ужас, какой он тупой. Это вроде бы страны умной, но в 18 лет... Какой же умный? Он просто сборник сведений. Ничего больше. Это Вассерман, которого мы знаем, Вассерман? Нет, Александр Вассерман что, где, когда, брейн-ринг, вот это все. Ну, он все знает, да. Вот. В 18 лет он пообещал, сделал пари со своими... в Одессе со своими однокашниками, что он никогда не будет жениться. И он соблюдает. Ему больше 60 лет. Вот. Как это срам? С одной стороны, куча знания, с другой стороны, он не может... обманул кондуктора. Взял билет и не поехал, да? Да. Окей. Анатолий. Анатолий его зовут Вассерман. Это вот как раз то, что в Талмуде называется Амха Аарес, который прочитал очень много книг, но у него не было учителя. То есть, как бы, как осел, нагруженный книгами и все такое. Ну, кто-то того, может быть, это такое... Это такой тип личности, знаете, люди, которые просто... Ну, хорошо. Оставьте Вассермана, Беседера, бог с ним. Нет, это хороший пример того, где есть хохма, как бы, есть огромное количество людей, куча камней, палок и всего, что ты пересислил, а дома нет. Ты сказала более, как бы, мне кажется, более интересный поворот. То, что человек может быть, как бы, хохман, но если он без приложения Твуна, то приложение... То, как бы, аппликация не работает. Беседер. Ну, вот то, что ты сказала, а именно, откуда вытекает ответственность, откуда ответственность человека, который, я не знаю, вот в парафразах, которые мы говорим, я тебе предложил какую-то аппликацию. В этом есть что-то? И когда сейчас пишут, например, сейчас любая вещь, ты приходишь на любой даже сайт, они тебе говорят, подпиши, что мы... Никто не хочет... Это на твою. Ты пользуйся чем-то, имей в виду, что это на твою ответственность. По идее, каждый человек, который учит Тор, и вообще, что-то чем-то занимается, что-то дает от себя другому. Он, наверное, должен понимать, что принятие, может быть, оно может быть опасное. Оно может быть не стопроцентно адекватное. По идее, надо всех подписывать. Имея в виду, что изучая Тору, я уже не говорю там сот, хабала и дальше, старик крыша тронется. А когда тронется, он скажет, либо его родственники скажут, а почему ты ограду не сделал? Мне вот эта вот, вся вот эта история очень напоминает, четверо вошло в пардес, да? Да. Когда и раби Акива всех предупреждает, осторожно, воды, воды, и все остальное. Это потом, извините, это потом, он своим ученикам следующим говорил. Их было четыре в начале, и один новый родствен сошел с ума. А после этого раби Акива, нет, я просто немножко поправляю. Нет проблем. Четверо были сначала своим следующим ученикам, поэтому раби Акива уже поставили совершенно правы. А граду, когда увидите там камни мрамора, не говорили. Дай это сказать, ну дай это сказать. Да, слегка, мы вас слушаем. Это Инна была, нет? Это была Оксана. Да, Оксана, извините, что я перебила, я только немного поправила. Нет проблем, нет проблем. Нет, все нормально, все нормально, на каву добавляйте, я все. Окей. Ну хорошо. это очень хорошая идея, потому что действительно, они там-то сначала люди попадали с крыши, да? Ну да. Кто-то там с ума сошел, кто-то стал ветки обрезать, обрывать, а кто-то умер вообще. И Райм Акива на этом научился, что нужно действительно устанавливать им направления, какие-то давать. Окей. очень к месту. То есть, вот этот совет, не говорите, вода это и были перила как раз, да, чтобы... Наверное, да, 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 но очень, оно очень близко к этому, да, я думаю, потому что, вот, когда, ну это как сказать, когда мы начинаем говорить о таких экологических понятиях, это все расплывается. Рафшерки всегда говорит, что экологи, что экологи всегда смеются, когда они что-то такое учат, потому что им понятно, настолько, так сказать, их представления и наши определения, они далеки от полной истины. Поэтому надо тут очень осторожно. Не кричать, вода, вода. Окей. Ну, хорошо. Я еще напомнил, был урок Саврасова на нашем семинаре как раз про праздник Шивот, да, как связан праздник Шивот с книгой Руд, почему читают Руд на Шивот, потому что она собирала колоски по одному, и точно так же мы считаем дни, да, перед Шивотом. Как это связано с постижением Тора, что ты собираешь в копилку, да, какие-то разрозненные детали, вот то как раз, о чем Мальбин писал, да, это один процесс собирания по одному, и ты не видишь, в чем связь, и второй процесс уже вот Медвин Даван, Давар, Миток, Давар. Да, вот да, связываться сами уже в какую-то цельную картину. Да, сто процентов. И про Раби Акиба, то же сказано, что он, значит, как он внес изменения в Тору, что он как бы, на то же самое похоже, что он ходил там, собирал эти колоски, здесь пшеницу, там рожь, там, а потом пришел домой и все разобрал. Жизнь неоднозначно. Окей, хорошо, мы можем подвести здесь, линию. Так, я обязался делать такую процедуру. Вот я здесь быстро, как говорю, Оксана, Григорий, Таня, Рина, Лео, Инна, Бено, Хайков, Андрей, Алексей, Елена прыгает, Нехама. Есть у вас что-то сказать по этому вопросу? Чуть-чуть. О! Были правы! Надо было пройти весь список, иначе люди молчат. Гриш, мы тебя слушаем. Ну, я вот хотел сказать, что у меня бывает, вот я слушаю какую-нибудь лекцию, какой-то урок, вот, и вдруг сигнал в голове, стоп, туда дальше идти не надо, свихнешься, ну, или, по крайней мере, опасность есть. Но я уже эти слова услышал, они мне уже покоя не дают. Вот, как вовремя остановиться? Ограда-то не было? Ограда-то не было? Хасиды обычно что-то сладкое в рот сразу бросают, то есть вы, если уходите, в какую-нибудь конфетку, ну, желательно, чтобы ее тяжело было, какой-то сухарик, тяжело кусать. И вы возвращаетесь на нашу жизнь. Невская сушка была, замечательная вещь. Невская сушка, она тоже, кстати, продается здесь. С трудом, у нас достать дефицит, но можно. Окей, ну, можем перейти к следующему вопросу. Подожди, Натан, ну, я, во-первых, не понял, что Робейну Бахе хотел сказать, я тут немножко в него заглянул, там намного все глубже, чем мы тут обговаривали. Так твой ответ в итоге какой? Что такое вот эти перила, чтобы не сойти с ума и не упасть с крыши? Смотри, я тебе скажу, Робейну Баха я тоже не очень понял, поэтому это надо, тот, кто составил вообще вот этот небольшой комментарий, да, он, по-видимому, вырвал этот кусок, и я не знаю, насколько это успешно, правильно? Потому что для того, чтобы понять, товар меток, товар из самого Робейну Бахе, надо действительно понять, ну, Васярмич, какая-то тема ограждения, она есть, но это тема ограждения, кто кого ограждает, что, это что-то на тему, но это гораздо, как бы, менее связано непосредственно с крышей, да, и с этим вот, с домом, это то, про что говорит в Мишле и в притчах, и то, что говорит Мальбин. Бахе, он гораздо там, поэтому, как бы, я могу что-то сказать, но это, это... Андрей, ну, если вы прошли, может быть, что он имеет в виду? Нет, нет, я не могу так одновременно, это надо посидеть там. мы в следующий раз. В следующий раз, в собаку, в следующий раз. Я могу еще вспомнить, вот, то, что Раф Шерки говорит про дом и крышу, да, немножко другое, но чем-то похоже, что, как бы, дом, это, ну, человечество, ну, небеса, это, соответственно, Всевышний, это Эйнсов, и нам нужна крыша. А мы с вами, что-что? Не-не-не-не-не, я думаю, что там голоса, да, мы тебя слушаем. А, вот, и должен быть какой-то массах, да, какой-то экран между нами и бесконечностью, иначе мы просто растворимся и не будем существовать, вот. Ну, и он говорил в отношении Бнэйноах, что для нас этим, этой крышей служат евреи, да, которые вот как раз принимают в себя, там сортируют и нам выдают какие-то аллахот, а, нет, евреи служат трубою, трубою, то есть они как раз вот делают как канала. Раф Шерки рисовал маленький домик такой, говорит, здесь все не евреи в этом домике, там Всевышний, а вот видите труба, дымоход, вот это, говорит, и есть еврейский народ. А, труба, дымоход или сантехника. Сантехника? Природа. Ну, хорошо, но мы либо инсталляторы, либо осенизаторы, в общем, это как бы... Трубочисты. Да, а трубочисты лучше. Окей, третий раз провозглашаю. Кто-то что-то хочет сказать, либо мы можем перейти к следующему вопросу. Переходим к следующему вопросу. Отбито. Значит, смотрите, следующий вопрос, у нас он совершенно другой. Переключи запись. А, переключи запись, молодец, отлично.